Настоящий геморрой на стройплощадке бывает тогда, когда заказчик комплектует свой строительный объект спецтехникой в аренду, когда он заказывает технику в разных компаниях, у разных подрядчиков, у каких-то собственников техники, где-то ищет объявление. И зачастую возникают такие ситуации, когда какая-то техника из этого комплекта опаздывает на час, на два, бывает на три часа, бывает вообще не приезжает, и вам приходится в суматохе искать другую технику. Не все на этом рынке добросовестные, в принципе, как и в любом бизнесе, есть кто добросовестный, есть кто недобросовестный, кто-то на перспективу работает, кто-то бережет репутацию, кому-то плевать, живет одним днем, сегодня заработал, хорошо, завтра, не важно, что будет. В общем, ситуации бывают такие, когда кто-то не появляется на объект вообще, а техника, которую вы заказали, например, самосвалы вы заказали, они приехали для погрузки щебня, и погрузчик, который должен грузить эти самосвалы, а погрузчик у нас потерялся. Соответственно, самосвалы стоят, они стоят, они ничего не делают, они не работают, но деньги вы за них платите, потому что аренда почистовая, и, в принципе, и правильно, это не их вина, что вы не могли погрузчик предоставить. Вы заказали самосвал, они приехали, будьте добры, заплатите. Соответственно, такое происходит дисбаланс, система рушится, которую вы построили, потому что компании разные, у всех разный уровень ответственности, разные люди, и разные водители, кто-то знает город, кто-то не знает, кто-то первый раз вообще в Россию приехал, его посадили за экскаватор, и все, и езжай, зарабатывай деньги. Есть такие случаи. Мы уже больше пяти лет работаем, мы насмотрелись уже. Получается следующее. Вы начинаете быстро терять деньги при таком подходе. Он, конечно, в какой-то степени можно где-то как-то сократить, сэкономить, но он очень рискованный, не всегда будет положено. Абсолютно, ну, не знаю, на сколько процент мы не измеряли. Вообще, советую заказывать технику в одной компании. По тем позициям, которые вам нужны. Если в одной компании нет этих позиций, то обращайтесь в другую. Таким образом, компания несет ответственность за производство этого комплекса работ. То есть, если, например, у них какой-то произошел форс-мажор, не приехал их экскаватор, они его заменят. Они с вас не будут брать деньги за простой самосвалов. Они этот вопрос тоже решат. Сделают какие-то скидки по блажке, потому что это их вина. Они ценят вас как клиента, как оптового клиента. Поэтому к вам и лояльные условия. И вы тоже, когда работаете с такой компанией, вы тоже получаете дополнительные привилегии. Это профессионализм, это набор техники определенной, какие-то отсрочки платежа и так далее. Я считаю, что это выгодно. Работать с одной компанией, которая полностью несет ответственность за ваши работы на вашем объекте. У нас, кстати, случай был. Крупная рекламная компания, она занимается продажей рекламы. И у них свои экраны. Большие экраны, баннера. То есть, стоят вдоль дороги. И вот они купили новый баннер за какие-то бешеные деньги, за 8 что ли миллионов. Я уже не помню. Ну, в принципе, нужно было его перевести на место и установить. А конструкция достаточно тяжелая, крупная была. Понадобился 70-тонный кран. В общем, назначили время, когда... Ну, это наш нынешний клиент. До этого он работал с другой компанией. Вот он нам рассказывает, как было. Заказал кран в одной компании. А услугу по доставке этого экрана в другой. То есть, там работала бортовая машина с манипулятором. Приехал кран в 9 утра. Стоит, ждет, когда приедет манипулятор с экраном. Стоял он час, два, стоял три часа, четыре. Вот, наконец, когда он четыре часа простоял, тут появился наш дорогой экран. Ну, все, конечно, на нервах были из-за такой ситуации. Ну, что поделать? Тем более, уже назад дороги нет. Как бы экран едет, экран нужен. Все равно его не отпустишь. Потому что заказывать опять, на следующий день переносить тоже не вариант. В общем, они провозились где-то до ночи. Потому что нужно было держать конструкцию, чтобы монтажники могли ее смонтировать правильно. По итогу клиент переплатил порядка 32-33-5 тысяч рублей. Потому что аренда такого крана, в зависимости от времени работы и дальности удаленности объекта, она варьируется порядка 7-8-9 тысяч за час. Представляете, какая сумма? Ну, что поделать? Клиент заплатил, выкинул деньги. Сейчас с нами работает все, ему нравится. Ему удобно работать с одной компанией. В принципе, полный комплект техники мы ему предоставляем, закрываем его потребности. В общем, неважно. Я не призываю обращаться именно в нашу компанию, не в нашу. Я просто в этой сфере работаю уже почти 5 лет. И для себя понял, что если работать с подрядчиком по какой-то услуге, то нужно работать именно с одним, который максимально эффективно делает свою работу. Может проконсультировать, помочь. У кого грамотные специалисты, у кого свежая техника, у кого есть все позиции, которые вам нужны. В принципе, все, что я хотел сказать. И хорошего дня!